Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Екатерина, и сегодня мы с вами в очередной раз поговорим об обучении. Как вы знаете, у нас есть своя онлайн-школа, где вы можете увидеть очень много интересных курсов. И сейчас у нас появился новый курс, он называется «Бизнес в Эстонии». И сегодня я хотела бы взять интервью у спикеров этого курса, которые расскажут нам, для кого он предназначен, кому он может быть полезен и как вообще строится обучение. Марина и я, здравствуйте. Ну, первый вопрос, наверное, который хочется задать, это действительно, кому мог бы быть полезен ваш курс и, ну, вообще, почему вы его создали, да, то есть какие были запросы от ваших клиентов, от ваших зрителей, то есть откуда взялась идея создания этого курса? Ну, да, я могу ответить в двух словах. Мы вообще очень давно занимаемся миграционным правом, помогаем людям приехать и обосноваться в Эстонии, и часть этих людей, кто приезжает в Эстонию из других стран, из России, может быть, из Евросоюза, из Украины, они, в принципе, бизнесмены, поэтому для них очень важно понимать, как работает бизнес в Эстонии. Поэтому мы решили вот сделать такой курс. Ну, и местные жители, конечно, тоже заинтересованы. Мы решили сделать такой курс, который поможет вот в первых шагах, как начать бизнес в Эстонии. Вот в двух словах. Также у нас в прошлом году проходил этот курс как бы немножко в урезанном таком виде, а в этом году из-за мирового кризиса мы решили добавить еще туда некоторые модули, которые помогают предпринимателю справиться с бизнесом во время кризиса, то есть который поможет найти вот эти возможности, которые дает кризис. То есть мы знаем, что кризис – это возможность в первую очередь. Курс очень полезен еще. Эстония – это страна возможностей в электронной сфере. И фирмой можно, на самом деле, управлять удаленно. Даже люди, которые не живут в Эстонии, но хотят работать в Европе, хотят, чтобы у них какая-то продукция использовалась в Европе, в Эстонии и через Эстонию уже работают дальше на Европу. Поэтому это очень удобная возможность в электронной среде открыть свою фирму, сделать электронное естество, может быть, или даже прочее. Поэтому на самом деле многие бизнесмены, которые знают об этой возможности, они приходят в Эстонию и регистрируют свои фирмы здесь. Мы создали уникальный курс, который помогает удаленно обучиться тому, как зарегистрировать фирму, как ставить члены направления и другие вопросы, которые можно решить удаленно, вообще не наблюдаясь в Эстонии даже. Поэтому очень большое спасибо. А Черчилль, скажем так, сегмент бизнеса, то есть это только для крупных предпринимателей, это для среднего бизнеса, это может быть индивидуальный предприниматель, то есть, скажем, портрет человека, которому может пригодиться этот курс? Я люблю, на самом деле, людей. У нас клиенты и крупные предприниматели, и инвесторы разные, то есть с разными вообще возможностями. И есть люди, которые одиночки в бизнесе, они просто занимаются, например, домашним бизнесом, и они хотят официально продавать свою продукцию, поэтому совершенно никак не ограничено. Эстония не ограничивает вообще людей, то есть если ты хочешь создать фирму, хоть маленькую, хоть большую, ты можешь создать ее, и ты можешь управлять своими предприятиями. Марина, если можете тоже добавить что-то. Ну да, я могу еще добавить, что Эстония – это страна с льготным налогообложением, в том плане, что у нас, ну, наверное, это все знают, но я все-таки еще раз на этом акцентирую внимание, да, что у нас прибыль не облагается налогом, то есть реинвестированная прибыль, как бы предприниматель освобождается полностью от уплаты налога на прибыль, поэтому действительно это интересная страна для инвесторов иностранных, для просто людей, кто хочет себя попробовать в чем-то, ну, в чем-то новом, да. Вот пару слов просто о налогообложении, что действительно, действительно, как бы это привлекательно для иностранцев. Ну да, это существенный плюс, действительно это так. Да, это существенный плюс, и плюс еще тоже есть хорошая возможность для иностранца получить по бизнесу вид на жительство, либо рабочую визу, и как бы есть возможность. Я как раз хотела задать вопрос, да, вот открытие бизнеса и миграция, да, как сплетены или разделены эти вещи, то есть открытие компании, как сказала ИИ, оно, возможно, даже дистанционно, то есть, значит, речь не идет про эмиграцию, а, соответственно, есть какие-то варианты, которые как раз ведут к эмиграции, и в вашем курсе, я понимаю, тоже можно узнать, да, то есть какие варианты эмиграции через бизнес в Эстонию есть. Конечно, у нас на курсе есть также возможность того, чтобы обучаться иностранцам, как говорила Марина, то есть курс создан и для эстонцев, и для иностранцев, и когда мы регистрируем фирму в Эстонии, у нас появляется возможность получить либо рабочую визу, если я иностранец, то у меня есть возможность получить либо рабочую визу как член правления, либо вид на жительство. Конечно же, там есть определенные условия, которые нужно знать из закона об иностранцах в Эстонии, но эти условия мы тоже говорим, мы тоже консультируем, потому что на курсе предоставлена возможность обратной связи, то есть когда мы проводим уроки, каждый участник курса, каждый обучающийся может задать нам вопросы, мы им отвечаем, и также есть индивидуальная консультация для каждого участника. Поэтому, если, например, иностранец у нас обучается, и у него есть вопрос, что я хочу получить вид на жительство, мы предоставляем эту консультацию, которая входит в стоимость курса, и он тогда может действительно делать шаги к тому, чтобы получать вид на жительство в Эстонии и закончить свой бизнес в Эстонии. У нас один вопрос перетекает в другой, потому что следующий мой был как раз относительно того, как строится курс. То есть, получается, есть некоторые видеоматериалы, да, и в дальнейшем еще есть онлайн-коммуникация. Супер. Ну, на самом деле, консультация юриста, миграционного юриста, она очень ценна и даже является самостоятельной услугой. Если вы, например, подбираете для себя варианты миграции, да, то, скажем, профессионально правильно будет начинать именно с такой консультации. То, что она входит в курс, это, конечно, такой хороший бонус, на самом деле. Да, у нас в прошлом году тоже люди, которые проходили этот курс, зарегистрировали свои фирмы, некоторые даже стали членами управления и получали визы как предприниматели в Эстонии. Поэтому эта возможность есть, и мы в этом помогаем, и курс помогает пошагово, значит, достичь вот этой цели. Если есть цель у предпринимателей иностранцев получить вид на жительство, то ему действительно нужно прийти и обучиться. На курсе также даны какие-то такие подводные, то есть мы показываем подводные камни того, тех ошибок, то есть люди иногда, когда занимаются бизнесом в Эстонии, они могут совершать ошибки, не зная законов. Мы говорим о подводных камнях, и мы предостерегаем людей сделать те шаги, которые могут привести к ним хорошим последствиям. Потому что иногда иностранцы думают, что вот, к примеру, что можно там сделать визу и не платить себе зарплату отработникам. На самом деле есть подводный камень, управление, например, не платить себе зарплату, а работникам. То есть там есть на самом деле какие-то вещи, которые сам человек не разберется, ему обязательно нужно идти к специалисту или проходить обучение. А у нас и обучение, и специалисты, которые консультируют. Поэтому на самом деле добро пожаловать. Это идеальный тандем. Я могу сказать, что даже в своей стране я не совсем знаю, как правильно вести бизнес. То есть на что-то точечно натыкаешься, какую-то информацию кто-то где-то сказал, где-то кто-то прочитал, бухгалтер намекнул. То есть постепенно начинаешь это осваивать. Если, конечно же, начинать, скажем так, все правильно, лучше сперва быть информационно очень подготовленным, а потом уже внедрять, чем набивать шишки на своей практике просто по незнанию, например, какие-то вещи, я не знаю, как фискальный чек, например. То есть многие предприниматели работают без этого, потому что в законодательстве не совсем четко понятно, кому он нужен, кому не нужен. Вот этот кассовый аппарат. В общем, такие тонкости. Я думаю, что в каждой стране они свои. И будь ты даже иностранец, будь ты резидент, в любом случае будет полезно. Вы еще в начале видео сказали о том, что это может быть полезно и резидентам. Я еще так поразмышляла, что в каком моменте. И сейчас у меня это понимание как раз пришло. Здорово. Ну, я думаю, что мы, в принципе, обзорную версию совершили. Если у вас есть что добавить к этому курсу, может быть, как-то сподвигнуть тех, кто боялся начать, насколько это страшно вообще в Эстонии открывать бизнес, насколько это возможно и невозможно. То есть мы работаем с гражданами всех стран СНГ, на самом деле, всего постсоветского пространства, как мы его называем. Что можно им порекомендовать? Вот смотрите, я вижу так, что Эстония – страна возможностей. И это на самом деле политика нашего государства, что дать максимальную свободу предпринимателю, максимально либеральное законодательство, даже если мы делаем ошибки, налоговые ошибки. Я знаю, что в других странах за это можно и штраф получить, и все что угодно. Но здесь очень либерально относятся налоговые органы к предпринимателю. То есть тебе покажут твою ошибку, тебе дадут возможность исправить, тебе дадут возможность заплатить налоги, не штрафуя тебя. То есть штрафуют только уже таких злостных нарушителей. Но если человек просто ошибся, здесь нет никаких вот таких фискальных прям взысканий. Поэтому действительно это страна возможностей. И действительно, как бы, ну, у нас очень большой опыт в работе. И мы сами натыкались очень много раз на эти ошибки. Поэтому мы вот решили просто поделиться с людьми, чтобы те же самые ошибки они не делали, которые делали мы. Я думаю, что это действительно хороший курс для начинающего предпринимателя – научиться на чужих ошибках, а не на своих, скажем так. Так что, да, добро пожаловать на курс. Спасибо большое. Ну, да, действительно, скажем, люди сегмента бизнес, они всегда очень приветственно принимаются в страны ЕС и Эстонии в том числе. Да, я думаю, что, скажем, действительно возможности там могут быть даже больше, чем у всех стран, в которых проживаем на сегодняшний день мы. Что ж, спасибо большое, уважаемые зрители. Мы ждем вас на нашем курсе. Если есть какие-то вопросы, мы будем рады вам ответить по контактам под этим видео. Марина, Ия, спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч.